Здарова, домкраты! С сентября 2017 года я выпускаю рубрику на своем канале под названием «Подсобные упражнения в тяжелой атлетике». Суть заключается в следующем. Мы разбираем каждое подсобное упражнение. Все разновидности рывка, взятия на грудь, толчковых упражнений и УФП. Первые из моих роликов были не самого лучшего качества. Картинка была не та, было плохое разрешение, да и звук тоже страдал, было плохо слышно. Соответственно, в феврале 2018 года я полностью обновил формат, теперь ролики можно посмотреть в качестве 4К и звук я совершенно стал по-другому записывать, то есть я набрался в этом опыта. В связи с этим я принял решение немножечко отреставрировать, как бы перезапустить первые мои ролики, которые были с плохим качеством. Сегодня мы заново с вами изучим рывковые уходы с плеч. Рывковый ход под штангу. Мало того, что это одна из фаз рывка, как это еще отдельно взятое упражнение. Да, непростое, да нужно без посылок как-то залезть под снаряд, но при правильном выполнении нарабатывается очень важное качество. Сложена работа рук и ног при уходе под штангу. Начнем с того, что существует две разновидности ухода с плеч. Из исходного положения, стоя на полной стопе и на носках. Сразу скажу, что колоссального различия в технике в них нет. Просто в варианте с исходным положением, стоя на носках, вы немного создаете запас высоты в 5 см примерно. Ну и немного имитируете тот выход на носки, который как бы следует после подрыва. На самом деле, так же утрированно стоять в носках во время рывка вы не будете. Поэтому здесь выход на носке исключительно только ради запаса высоты. Рассмотрим технику на примере варианта с полной стопы. Исходное положение, штанга на плечах, хват рывковый. Ноги ставьте на удобную устойчивую ширину, желательно как в рывковом старте. Руки расслабьте, просто упираясь слегка в гриф ладонями. На вдохе как бы оттолкнитесь вниз от грифа, будто он как турник приварен к пространству и вы не можете послать его выше. В момент отталкивания нужно синхронно согнуть ноги, при этом разбрасывая их в стороны для ухода в низкий сет и одновременно выпрямить руки, уперевшись в повисший в воздухе снаряд. В тот момент, когда вы окажетесь в сети, вы должны сидеть с прогнутой поясницей. Пятки не должны быть оторваны от помоста, а снаряд должен находиться за затылком. Данное упражнение я рекомендую выполнять в начале тренировки для разминки, а также для правильной настройки движения в уходе. Используйте небольшие комфортные веса и не менее трех повторений в 4-5 рабочих подходах. Данное упражнение хорошо можно использовать в комплексах, например, рывковая протяжка, плюс приседания, плюс уход из плеч. Благодарю вас за просмотр, друзья! Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов!